Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим о том, какую ветку качать первой. Тенденции меняются, добавляются новые машины, добавляются коллекционки, добавляются проходные тачки и на сегодняшний день у нас уже 42 машины на 10 уровне и это только проходных. И ребят, согласитесь, с учетом того, насколько быстро все меняется в игре, меняется и мнение по поводу того, какая ветка на сегодняшний день является самой годной. Для начала хотелось бы отметить несколько вещей, на которые стоит обратить внимание перед просмотром видоса. Первое, я не статист и для меня ценность хорошей ветки заключается не в том, что десятка будет супер крутая и давать какой-то хороший средний урон, ну допустим как ТВП Т5051, великолепная тачка. Для меня еще важно, чтобы мне на машине было комфортно, просто, ну и главное весело и интересно. Ну а ветка, которая ведет к этой десятке, действительно меня радовала, а не удручала. Ну вот допустим, если вы зайдете в дерево Британии и посмотрите на бабаху, то вы можете очень долго о ней мечтать, но будьте готовы к тому, что идти к ней будет очень сложно через крайне-крайне сложные тяжелые машины, которые крайне туго передвигаются по карте. Короче говоря, веселья фана никакого, да и плюс к тому стату свою угробите сразу на старте. Так кого же качать, ребят? Я попытаюсь поделиться своим субъективным мнением, какие машины на сегодняшний день действительно стоят внимания, а ветка к ним, ведущая, действительно не окажется для вас, ну прям совсем сложной. Плюс к тому, ребят, ветка должна быть в любом случае познавательной. Ну что, поехали. Для тех ребят, которые только начали играть, хотелось бы сразу отметить, напомню, что у нас все танки делятся на три типа. Это тяжелые танки, это средние машины, это легкие танки и это ПТшки, которые к танкам не относятся, ну просто потому что технически не относятся к таковым. Так вот, ребят, что хотелось бы отметить? Давайте начнем с, наверное, самых важных, это с тяжелых танков и для новичков действительно тяжелые танки являются самым лучшим выбором, как первые десятки для прокачивания, потому что они максимально живучие, не требуют от вас, ну прям, постоянно шевелить мозгами, как это необходимо на ЛТшках. И в целом, ребят, даже если вы не знаете разъездов, не знаете карты, то на тяжелом танке сориентироваться гораздо проще. Что касается тяжей, давайте сразу будем идти по нациями, так я думаю будет проще, в Соединенных Штатах на сегодняшний день самой играбельной машиной является Т57 Хэви. Это действительно так и есть, у него очень классное, хорошее, добротное орудие барабанное, которое сносит за барабан половину ХП практически любой десятки. Но я не могу рекомендовать данную машину по одной простой причине, потому что ветка, которая к ней ведет, она далеко не для новичков. Вы начинаете с легких танков и играете на них аж до седьмого уровня, потом переходите на две СТшки и только потом попадаете к тяжелому танку, к которому вы в принципе не готовы. Поэтому рекомендовать Хэви как первую машину для прокачивания я однозначно не могу, да и в принципе, в данном дереве нет тяжелого танка, на который стоит обратить внимание. На кого же стоит обратить внимание? Ну, безусловные мастодонты нашей игры это ВК-7201К, классная, очень бодрая машина, пускай не сильно быстрая, но имеющая очень хорошую альфу и довольно-таки долгое время перезарядки, но с учетом ее брони вполне себе даже играбельна. Если вам не нравятся танки с задним расположением башни, хотя об этом вы узнаете только когда пойдете по данной ветке, то обратите внимание обязательно на Е100. Е100 это вторая машина, которую действительно стоит прокачивать, потому что ветка максимально комфортная, немцы обладают точным орудием и в целом данную ветку пройдет практически любой новичок с радостью и не будет страдать. А мне кажется, это действительно очень важно. Что касается советов, здесь как обычно, особенно с учетом АПА, обязательно обратить внимание на оба ИСА. Но здесь уже выбирайте сами, посмотрите обзоры на ИС-7, посмотрите на ИС-4, чем они отличаются и каждый для себя найдет что-то интересное. И как в ветке той же самой сотки в Германии, здесь все то же самое. Вы будете идти через тяжелые танки и я бы сказал, что вы не будете прям сильно страдать, ну разве что на СТ-1 в стоковом состоянии, потому что здесь крайне-крайне плохое орудие для своего уровня, крайне неприятная подвижность. Но когда вы прокачиваете себе и ставите себе обязательно топовую башню, то понятное дело играется совсем по-другому. Короче говоря, из советов обязательно обратите внимание на ИС-7 и ИС-4. Что касается ребят Британии, по британцам, к сожалению, к огромному сожалению, на сегодняшний день ВВ-215Б безумно морально устарел и я ни в коем случае его не рекомендую себе прокачивать. Что касается товарищей из Японии, да, действительно Тайп-50, господи, 71, он действительно хорош на своем уровне, но сама ветка, я не думаю, что вас порадует, потому что машинки сложноватые в использовании, не сильно проворные, короче говоря, особенно с учетом нерфа Тайпа 57 в отношении его подвижности, машина стала играться гораздо хуже. Но он обладает прям шикарной броней. Тут, ребят, уже решать вам, здесь, как говорится, бабка надвое гадала 50 на 50, но все же новичкам типа 71 я рекомендовать не буду. То же самое, ребят, касается ветки Китая, просто лишь потому, что сама WZ-113 это обалденная машина, которая обладает прям суперским ДПМом в 3400 единиц, классным бодрым временем перезарядки, обалденная FL-420, но сама ветка удручающе неинтересная. Поэтому, если мы рассматриваем саму ветку как для прокачки, то она, ну, как бы никудышняя, а если мы рассматриваем саму десятку, то она действительно годна и достойна того, чтобы вы ее прокачали. По французам я не буду рекомендовать прокачивать АМХ 50Б, ну, просто лишь потому, что все вот эти АМХы в основном, в основном являются крайне картонными и маложивучими. Плюс к тому, отыгрывать на барабанном орудии, которое не обладает абсолютно никакой броней, то еще занятие и подойдет далеко не новичку. Вы должны уметь пользоваться картонными машинами, уметь выживать и уметь в случае АМХ 50Б прятаться на время его крайне долгого времени перезарядки. Ну, а что касается сборной Европы, то здесь действительно есть где разгуляться. Машины на любой вкус. ВЗ-55 однозначно подойдет для тех ребят, которые играли на ИСах. Очень понравится им эта тачка, особенно с учетом того, что в ВЗ-шку добавили дополнительную механику. А именно отсутствие разброса в случае движения вперед-назад, если вы не поворачиваете башню. И скорость движения танка назад ограничена таким образом, что вы в любом случае не будете превышать необходимую скорость. Ну, а соответственно, ваша механика будет работать постоянно, когда вы будете назад сдавать. Да и сама ветка, в принципе, играется как тяжелые танки Советского Союза. Ну, единственное что, если вы начали качать себе ИСа-4, который очень сильно похож на ВЗ-55, то, безусловно, данная ветка вам уже получается-то и не нужна. Что касается 60ТП. Это просто безумно великолепный тяжелый танк, один из лучших в нашей игре среди проходных. И я однозначно рекомендую качать данную ветку, потому что вас порадует как сам 60ТП, так и вся ветка, которая к нему ведет. Там действительно не сложно, крайне комфортно и довольно-таки интересно. Целых 600 единиц урона, время перезарядки в 14 секунд с его броней отыгрывается практически незаметно. Ну, а ДПМ в 2560 единиц действительно можно реализовать. Короче говоря, новичкам данная веточка однозначно подойдет. Ну и если вы плюс-минус экстремал, ну или хотите разобраться в танках, ну прям по полной, то прокачайте себе кранвагна. Да, действительно, кранваген на сегодняшний день немножечко хуже стал играться с учетом всех новых введенных машин в игру. Но все же обладает барабаном с системой дозарядки. Перед ним практически такая же машина, которая подготовит вас к игре на 10 уровне. Ну, а до него у вас будет великолепный Эмиль-1, у которого барабан не дозаряжается, а является цикличным, что тоже научит вас пользоваться определенным типом техники с определенным типом орудия. Ну, а перед ними, ребят, у нас СТ-шки, которые научат вас передвигаться по картам и занимать правильные позиции. Короче говоря, по ТТ-шкам приблизительно так. Переходим к средним танкам. По средним танкам, ребят, я не буду рекомендовать вам М48 Паттон. По одной простой причине, потому что встречающиеся здесь несколько машин, ну, прям не всем подойдут. Хотя, если говорить откровенно, то шестой и седьмой уровень, которые немножко удручают, вы проскочите довольно-таки неплохо. А сам М48 действительно порадует вас наличием какой-никакой брони, довольно хорошей альфой и крайне комфортным временем перезарядки с шикарным ДПМом в 3500 единиц. Это действительно круто и М48 Паттон, если вас не смущает шестой и седьмой уровень, качайте себе однозначно. Машина очень кулевая в своем классе. Что касается немцев. Раньше я рекомендовал Леопарда 1, к сожалению, на сегодняшний день я этого сделать не могу, потому что уровень отсутствия его брони, а именно так стоит говорить, действительно не позволяет машину реализовывать по полной на сегодняшний день, даже несмотря на ее безумные показатели по скорости. А значит, среди немцев остается Е50М. Ветка к нему крайне простая, а Е50М, с учетом его брони и довольно-таки комфортного орудия, действительно показывает себя хорошо, даже по состоянию на сегодняшний день, с учетом всех введенных новых машин и ребалансов, которые были. По советам, средние танки качать не советую, по одной простой причине, потому что ничего интересного в этом вы не найдете. Но это, по крайней мере, мое субъективное мнение, вы свое пишите обязательно в комментариях. И да, ребят, это субъективное мнение, я не рассчитываю на какую-то прям супер объективность. Что касается FV4202, машина годная, классная, веселая, интересная, но все же требует сноровки, поэтому в выборе машин все-таки FV должна стоять у вас однозначно не на первом месте, хотя в целом играть на них действительно очень комфортно, мне лично понравилось. Что касается японцев, среди японцев у нас здесь есть только STB-1, я не рекомендую прокачивать данную ветку первой, потому что ветка действительно сложная и неприятная. Вот те, кто прокачивали себе STB-1, те знают, что STB-шка стоящая машина, а ветка к ней, ну не сильно приятная в игре. Ребят, напишите в комментариях слова поддержки, если вы со мной согласны, если вы качали STB-1. Что касается китайцев, по китайцам здесь, да, действительно интересная ветка WZ-132-1. Машина интересная, машина классная, ветка плюс-минус нормальная. Что касается механики, которая здесь установлена, то я бы не сказал, что это действительно что-то интересное, что-то классное. Я поиграл и мне, честно говоря, по барабану, кто конкретно меня засветил, меня интересует сам факт засвета. А значит, то, что над кем-то там загорается лампочка, это далеко не то, ради чего необходимо прям пыхтеть до 10 уровня. Поэтому не рекомендую среди первых, но рекомендую среди всех остальных. Что касается французов, здесь просто по определению нет средних танков, ну а вот в дереве. В сборной Европы, опять-таки, есть чем поживиться. Как я уже сказал, ТВП-НТ-5051 я рекомендовать не могу. По одной простой причине, потому что данная машина является картонной. Она имеет крайне, крайне комфортный барабан на 4 снаряда, ребят. Но огромное время перезарядки данного магазина требовать будет от вас умение спрятаться в нужном месте, сменить местоположение. Короче говоря, шевелить мозгами придется очень сильно. А значит, ТВП однозначно не для новичков. Хотя статисты данную машину целуют прям в стволы, я понимаю за что. Что касается Projet 65, то вот эту ветку я действительно рекомендовал бы вам прокачать. Потому что ветка крайне комфортная, приятная, интересная. Может где-то там, пока вы будете выкачивать какую-нибудь машину в топовое ее состояние, будет немножко сложновато. Но поверьте мне, не без удовольствия. Да и сама Projet 65, обладающая барабаном с системой дозарядки, на сегодняшний день продолжает показывать себя в рандомных боях просто великолепно. Обалденный ДПМ, шикарное время перезарядки снарядов между собой в магазине, да и время дозарядки тоже не просит чего-нибудь лучшего. Действительно очень комфортная, классная СТ-шка. Следующим типом техники у нас являются ПТ-шки. Именно про них я хотел бы поговорить, а не про легкие танки. Легкие оставим на закуску по ПТ-шкам, ребят. Для начала давайте определимся, что такое ПТ. ПТ это танк поддержки, который находиться должен где-то вдалеке. И если вы ищете себе ПТ-ху, которая соответствует своему названию, то в первую очередь смотрите такие ветки, как Гриль-15 и Яга. Да, ребят, я знаю, что Гриль-15 и вся ветка, которая к нему ведет, это сущий картон, который все разбирают, который не обязательно выцеливать, можно бросать просто наугад фугасами, но Гриль-15 это и есть идеал ПТ в обычном нормальном понимании данного класса техники. Если вам нужны снайперы, то берите себе ветку Гриля-15 и будете счастливы. Если же вы все-таки за более живучие машины, то из Германии, безусловно, качайте Ягу сотую. Ветка не сильно сложная, в конце концов, можете пройти через Ношхорна и дальше пойти сюда. Ну и таким образом обойти стороной Яг ПЗ-4. Не сильно комфортная машина в игре, честно говоря. И когда я прокачивал свою ветку, я проходил именно через Ношхорна и таким образом шел к Яге. Но, ребят, есть еще один способ получения не только Яги, ВК 7201К и Мауса одновременно, быстро и выгодно. Хотите узнать как? Переходите по вот этой вот ссылочке. Обязательно посмотрите видео, только запаситесь листиком и карандашом для того, чтобы все записать. Там есть пошаговая инструкция, как быстро пройти все три ветки одновременно, минимально страдая и крайне выгодно. Ссылочку добавлю в описании. Что касается советов, однозначно качать объекта 268, как одну из первых ПТ в нашей игре. Вся ветка крайне комфортная, крайне классная, имеет обалденную просто альфу разовую, очень точные орудии при полном сведении. Короче говоря, это кладезь для любителей ПТ-водов. Да и сам объект 268 продолжает нагибать рандом, продолжает нагибать своим орудием на 670 единиц урона. Да, пускай практически 13,5 секунд время перезарядки, но ДПМ неполные 3000, которые реализуются очень легко практически любым игроком. То же самое, к сожалению, не могу сказать про объекта 263. Здесь очень комфортное, классное орудие в отношении урона на время перезарядки. И ДПМ практически в 4000, 3800 единиц. Это действительно круто. Простите, ребят. Но здесь стоит отметить низкий уровень склонения орудия вниз, минус 4. На современных картах, ребят, отыгрываться стало очень сложно. Орудие вниз практически не гнется. Это действительно не очень приятно, поэтому данную веточку я не рекомендую качать первой. По Британии. По Британии не буду рекомендовать ни Бабаху, ни ВВМ4005 по одной простой причине, потому что и та, и другие машины для определенного класса игроков действительно будут находкой. Но ветки, которые к ним ведут, не доставляют удовольствия, особого фана. Да и в целом тот же самый Скворечник пробивается везде как угодно и светится через всю карту. И к ПТ его можно отнести исключительно условно. Это условное ПТ ровно как и Бабаха. Хотя, наверное, Бабаха даже больше ПТ, потому что вы стоите где-нибудь очень далеко, чтобы вас не увидели, для того, чтобы один или два раза выстрелить за бой и таким образом вывести из боя порядка 2000 единиц урона как минимум. Но при этом, ребят, она абсолютно неживучая в боях и не может постоять за себя самостоятельно. А значит, данные две машины я рекомендовать не могу. Что касается Японии. Да, действительно, Хори стоит вашего внимания. И сам Хори как десятка, и ветка, которая к нему ведет. Но все же, ребят, в выборе между японцами и другими машинами все-таки определяйтесь сначала либо на Германии, либо на Советском Союзе, потому что здесь более комфортно, более удобно и более просто. А Хори качайте тогда, когда вы уже понимаете, как необходимо играть на ПТ-шках в нашей игре. Что касается товарищей из Китая, то здесь рекомендовать ветку я не буду по одной простой причине, потому что она существенно хуже, чем в Советском Союзе ветка, ведущая к объекту 268. Сам объект 268 в разы лучше. Ну а что касается показателей по данной машине, как по подвижности, так и по броне, да, и в том числе в отношении орудия, здесь практически все то же самое, что и объекта, а значит нет смысла останавливаться конкретно на ветке ВЗ-113 ГФТ. По Франции, ребят, ФОЧ подойдет далеко не всем, да и вся ветка не сильно комфортная, поэтому рекомендовать его не буду, хотя сама десятка довольно-таки интересная, особенно со своим топовым барабаном на два снаряда, который выносит тысячу урона абсолютно спокойно, грубо говоря, за 4 секунды. Это круто, это действительно круто, ребят, но сама ветка подойдет далеко не всем, и до определенного момента придется пострадать, потом немножко потерпеть, ну а потом уже повеселиться на ФОЧ с его двумя снарядами. Ну а здесь, ребят, в ветке сборной Европы я не буду рекомендовать Минотавра по одной простой причине, потому что я не считаю, что Минотавра в нашей игре это ПТ. Минотавра в нашей игре это тяжелый танк с башней, которая не полностью поворачивается. Есть? Есть. И нечего здесь спорить, ребят, эту машину разрабатывали как ПТшку, но все же ее ввели в игру именно как тяжелый танк, и да, плюс к тому, ребят, очень дискомфортный барабан в отношении отыгрывания с просто безумными показателями по дозарядке снарядов. Короче говоря, подойдет далеко не всем, и Минотавра необходимо качать только тогда, когда вы выкачали все другие ПТшки, не считая китайской, и вот в таком случае, раз уж совсем заняться нечем, качайте тогда эту ветку. Ну и что касается, ребят, легких танков в нашей игре, легкие танки я вообще не рекомендую прокачивать новым игрокам, потому что там необходимо думать, там необходимо бегать по всей карте, там необходимо уметь уходить из засветов, короче говоря, очень сложный геймплей на легких танках. Но все же, если вдруг сильно прям чешутся руки, что-нибудь легкое покатать, обязательно останавливайте свой выбор на Шеридане. Машина очень классная, очень уронная с одного выстрела, 560 единиц, и время перезарядки в целом нормальное. На это время перезарядки вы сможете где-то либо спрятаться, либо за это время перезарядки сможете перепрыгнуть куда-нибудь на другой фланг, потому что подвижность данной машины действительно это позволяет. Что касается легких танков Советского Союза, то ветка, я бы не сказал, что сильно комфортная, ну а Т-100ЛТ в свое время очень громко прогремел, и точно так же очень тихо ушел в закат. Ничего интересного, как правило, в игре не приносит. Я бы не сказал, что он стоит того, чтобы качать его первым. Все-таки Шерик мне лично нравится гораздо больше. Что касается Викерс Лайт, очень приятная, классная машина, но еще сложнее отыгрывается, чем тот же самый Шеридан. Да, у него совсем другое орудие по показателям, 350 альфы на 6,5 секунд времени перезарядки, очень ДПМная пушка, но все же, ребят, выжить на Викерсе, я бы сказал, задача не из легких, и далеко не каждому под силу, поэтому Викерса ни в коем случае первым качать не стоит. Что касается Японии, здесь легких танков нет, а у китайцев все-таки завезли. И здесь, ребят, ВЗМ-132-1, я свое мнение уже говорил, машина годная, классная, но сама ветка, я бы не сказал, что стоит того, чтобы качать ее первой. Французы, сложные, картонные, быстрые, но мало интересные на сегодняшний день, с учетом современного рандома, поэтому выбор на легких танках Франции лучше не останавливать. Ну, а что касается сборной Европы, то сюда легкие танки пока не завозили, но я стучу пальцами по столу в ожидании, потому что именно их здесь и не хватает. Вот такое скромное мнение, что качать первым, безусловно, решать вам, ну, а мой вам совет только один. Если вы хотите видеть честные обзоры на проходные машины в том числе, обязательно заходите в плейлисты на моем канале, там собрана довольно неплохая картотека, которая продолжает пополняться. Я побежал снимать следующее видео, ну, а вы подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить, если данное видео было вам полезным или вам есть что оспорить или поделиться каким-то мнением, обязательно пишите это мнение в комментариях. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.